Добрый день, друзья! С вами снова Вадим Лазинский. Сегодня мой выпуск с решетно синим басом. Мы находимся на водоеме Новосос. На самом деле для марта очень необычная погода. Сегодня где-то плюс 20 после обеда. Ну, я решил заехать на пару часиков. Как вы видите, вода очень прозрачная. Кажется, что в такое время на самом деле баса тяжело поймать. Но на самом деле вода прогрелась, и мне кажется, что сегодня бас должен на месте. В этом участке водоем наполнился практически до высокого уровня. Ему еще немного не хватает. На дне много кустов, много зеленой травы. Сюда придет карп, перед нерестом плотва. Это очень любит бас. Поэтому в этих местах он обязательно должен быть. Я не знаю, насколько он будет крупный или мелкий. Это в зависимости от приманки. На что мы его будем, как ловить. Ну, лично мое предположение на сегодняшний день. Мы будем ловить, пробовать на резину. Ну, во-первых, почему я не буду ловить на воблер? Потому что та местность, если обратить внимание, на дне, как я и говорил, кусты, не совсем хорошая для воблера. Во-первых, будет много зацепов. Вот. Поэтому здесь нужно поработать с чем-то таким не тяжело огруженной резиной. Постараться под кустиками, подконцентрироваться. Я буду ловить на три оснастки. Это Двадной, это Техас, ну и это будет дропшот. Ну, начну я, наверное, для дропшота надо найти хорошее место. Прежде всего, это надо найти кусту. Я начну, наверное, с классического червя. И потом буду пробовать различные маленькие виброхвосты, традьков и так далее. Ну, я пока начну готовить снасти. И как только начну, давайте подачу. Поклевочка была очень хорошая. Уже вот сейчас закат. Там солнышко. Буквально брал два-три раза. Все-таки, как говорится, соблазнился на техасскую оснастку. Ну, со дна. Догонял несколько раз. Вот сейчас я еще пробую. Посмотрим. Ну, бас был хороший на самом деле. Ну, вот то, что я и говорил, к сожалению, произошло. То, что возле берега. Но будем надеяться, что не последний. Поменяли приманку. Поменял технику. Сейчас вот делаю проводку еще раз. Вот. Я надеюсь, что не последний. И все-таки мы видим хороший бас. Досадный сход. Причем возле берега. Я его тащил-тащил со средины. Очень хорошо упирался. Хотя поклевки на самом деле были такие очень деликатные, я бы сказал. Сначала я почувствовал удар. Один удар. Потом я достаточно сделал долгую паузу. Вот. Потом еще почувствовал два удара. В таких случаях я обычно даю немножко такую протяжечку небольшую. Ослабляя шнур. Чтобы посмотреть, как себе бас ведет. Вот. Что интересно. Вот. Тихо, спокойно. Вообще. Просто красота. На самом деле. Обходят два рыбака, но. Тоже в поисках баса. Небольшие протяжечки с паузой. Потому что буквально вот. Тот и этот все было в одном месте. Я думаю, что, как говорится, еще не вечер. Поэтому все будет. Похожу через кусты. Вот какой-то кустик сейчас продрал. Паузу. Нужно очень аккуратно сосредоточивать. Вот при ловле на любую резину. Я совет дам, ребят. Никогда не нужно спешить. Никогда. И стараться деликатно, аккуратно прощупать каждый камушек. Где-то что-то, пулька перевалила с камушками. Происходит поклевка. Поэтому. Если не спешите, не спешите. Спешка не будет. Ну вот я скажу, которые вот эти две поклевки. Были достаточно такие. Достаточно агрессивные. То есть, он бах сразу схватил и сразу потащил. То есть, два-три рывка. Ну это обозначает, ну что это можно сказать. Это, да, вода прогрелась. То есть, бас питается. У меня буквально сегодня, честно, у меня был план там попробовать 4-5 приманок. Вот. А в итоге вот буквально две приманки. Крупный рак не сработал. При такой активности, то есть, тут зацикливаться не стоит. Тут сразу, очень сразу понятно. Где будет поклевка? Когда будет поклевка? Поэтому. Заметьте, я сразу выматываю, потому что понял, что поклевки были далеко. Так, обязательно нужно поправить на приманку, потому что ловить с там неправильной приманкой. Что значит неправильной? Когда она должна быть идеально ровной, обратите внимание. То есть, червь должен быть идеально ровной. Когда вот без изгибов там хорошо правильно продеть крючок. Соответственно, он также будет надеть себя по краму. Ну вот туда далеко. Где и были поклевки. То есть, он где-то стоит там на определенной линии. Так бывает. Там ему нравится. И нужно обязательно стараться набрасывать туда. Запоминая точку. Ловлю примерно где-то больше чуть часа. Вот. Буквально смена тактики. Смена. Три мальки. Как бы и дело пошло. Вот под закат. Должны еще. Должны обязательно еще. Потому что. Место правильное. Приманка рабочего. Вот я чувствую сейчас как бы. Вот это самое. Как говорится, самое любимое. Мне нравится. Эйбасу. Это очень сильно нравится. Когда. Когда ты тащишь. И. Пуля. Перекладывается по камушку. Такой. Тук-тук-тук-тук. Стучит. То бас ловил, то знает. И вот часто. Очень часто. Как раз. Тук-тук-тук. Ты делаешь паузу. И как раз вот в этот момент. Происходит поклевки. Так. Нужно, я думаю, переместиться. Потому что. Поймал его. Пока вот. Попробуем. Попробуем. Пройду. Пройду. удар 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 я жду 1 2 3 хорошо бьет я жду еще не подтекают при ударов внутри недалеко от берега и удар это небольшой совсем близко к берегу уже хотел хотел сечь вот в чем вот самую важную крючку уже хотел сечь 1 2 3 ударил не догоняет должен догнать если человеком все в порядке он должен догнаться хорошо бьет тут прям активно ну не знаю я тоже конечно другой скажет другой другой 100 процентов уже стек бы вот потому что удары конечно были в руку капитально ну я сдержался и не подсек небольшой остается пока вопрос ну казалось ни возле берега до глубина где-то посредине посредине . просто посмотрю что с приманкой потому что обязательно это проверять не вот я не подсекал потому что знаете что приманка абсолютно нормальная не тронута потому что если уже такой хороший четкий удар то все я чуть-чуть вместился бросок сделал чуть левее и сразу все изменилось получилось здесь есть вот какой размер сейчас будем свечу под вечер со второй поклёвочки вот вот такой вот басик ну кстати сопротивлялся очень хорошо здесь грамм 500 будет наверное вот взял опять же вот хочу обратить внимание вот смотрите как как он пробился то есть вот посмотрите видите вот это очень важно когда крючок именно пробил вот пасть вот эту часть это обозначает то что была хорошая жесткая подсечка мне сажали сейчас я освобожу не сожалению вот не удалось вам показать именно саму подсечку то есть это классический чехас червь вот но когда крючок именно прибывать с этой стороны то это обозначает посечка произошла хорошо вот правильно можно сказать ну что вот я первый бас второй был покрупнее ну сейчас посмотрим что еще не вечер я думаю что сегодня что-то интересное будет ребят ведь уже совсем повечерело были еще несколько контактов вот еще один такой небольшой басик сегодня брал исключительно со дна причем я обошел вправо влево выходил на мелики на разные точки но вот все таки сработал здесь какой-то вот определенный рельеф я не зря говорю что сюда бросать и брал как раз на этом рельефе поклевки вообще просто невероятно обычно летом так тук тук а здесь прям удары в сторону вот ну он бас небольшой но реально как-то соскучился весенние бас они такие агрессивники вот уже темнеет на притемнеет рано уже начало седьмого я сегодня практически ловил чуть меньше двух часов поэтому на этом я прощаюсь с вами заканчиваю и ждите следующий выпуск будем рассказывать тоже может про это же озеро про другие места я буду ходить перемещаться рассказывать показывать будем следить за поклевками все до скорой встречи слева а